В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Денежная компенсация взамен жилья в аварийном доме будет предоставляться на новых условиях. Депутаты окружного собрания и представители профильного департамента рассмотрели этот вопрос. 36 участников из 7 номинаций. В Наринмаре проходит очный этап регионального конкурса педагогического мастерства «Профессионал года-2021». Жители Наринмара голосуют за объекты благоустройства на территории города в рамках программы «Комфортная городская среда». Какой из трех объектов победит, узнаем 30 мая. Глава региона вместе с представителями правоохранительных органов вернулся с Сожского месторождения, где произошла утечка нефтесодержащей жидкости. Он на месте проконтролировал ход работ по устранению последствий экологического инцидента. Путь к месту происшествия частично пролегает вдоль колвы, поэтому ещё в полёте экологи, природозащитники и представители общественности занимают наблюдательные посты. На борту вертолёта сегодня первые лица региона. Губернатор Юрий Бездудный, спикер окружного парламента Александр Лутовинов, прокурор НАО и начальник полиции. На месте происшествия идёт бесперебойная работа по ликвидации последствий разгромитизации дюкера. Люди в белых защитных костюмах рассредоточились практически по всей площади разлива, а это 12 700 квадратных метров. На вторые сутки после обнаружения разлива на месте происшествия увеличили количество техники. Теперь здесь работает 4 единицы тяжёлого транспорта. Также их увеличили и количество ликвидаторов. Теперь это 62 человека. На Колве выставлены боновые заграждения. Накануне вечером на место разлива доставили ёмкости для сбора отходов. Уже сегодня ликвидаторы начали собирать из реки Сорбент. Сегодня всё это собирается, будет утилизироваться. Идётся зачистка территории. Ожидаем прибытия ещё двух единиц техники – это экскаватор и бульдозер – для ускорения работ по ликвидации последствий. Напомню, разлив нефтесодержащей жидкости в 8 километрах Атошского месторождения обнаружили 11 мая. В результате разгерметизации дюкера нефтепродукты через защитный кожух попали на землю в 200 метрах от берега Колвы и стекли в реку. В течение шести часов после обнаружения разлив был локализован, нефтепровод перекрыт. В ходе осмотра места происшествия представители власти проинспектировали ход работ по ликвидации последствий. Мы будем очень жёстко контролировать недропользователя. На ум приходят цитаты из послания президента, когда он сказал, что получил прибыль от природы – убери за собой. Мы будем жёстко требовать, чтобы здесь был наведён порядок, а дальше уже прокуратура, следственные органы будут определять, кто виновен и какой ущерб нанесён природе. Пробы грунта и почвы были отобраны накануне, когда к месту происшествия вылетали представители природоохранных структур и следователи. Материалы для проверки доставлены в лабораторию Центра природопользования и охраны окружающей среды. Результаты будут готовы в течение двух дней. Сейчас уточняется объём нефти, попавшей в грунт и реку. Проводится работа по установлению периода разлива нефтесодержащей жидкости до момента его обнаружения. На место происшествия был организован вылет следственно-оперативной группы. Были выполнены первоначальные следственные действия, отобраны пробы воды и почвы. Межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ленинскому автономному округу возбуждено уголовное дело по статье 246 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход расследования уголовного дела поставлен на прокуратуру на особый контроль. Возможное наказание по статье 246 Уголовного кодекса – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ – от штрафа в 120 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Оно будет зависеть от степени нанесённого ущерба. Кроме того, компания-недропользователь обязана рекультивировать землю на месте происшествия, а также вернуть состояние природы в исходное. Также будут инициированы штрафы и компенсирующие мероприятия за вред водным биоресурсам и лесному фонду. Алина Ваучейская, Алексей Орлов, Телеканал «Север». В Ненинском автономном округе на заседание окружной избирательной комиссии после недавней отставки экс-председателя Георгия Попова избрали нового главу избиркома. Им стал Иван Макаров. Для выбора председателя избирательной комиссии в соответствии с регламентом была сформирована счётная комиссия, в которую вошли представители политических партий в региональном избиркоме. После этого состоялось тайное голосование. Большинством голосов членной комиссии поддержали кандидатуру Ивана Макарова. Впереди большие задачи, серьёзная работа. У нас очень крупная, серьёзная, ответственная федеральная избирательная кампания. Кроме того, на территории нашего региона совмещены муниципальные выборы в пяти муниципальных образованиях, семь серьёзных избирательных кампаний, достаточно большое количество тоже, и в том числе дополнительные выборы депутата в административном центре в городском округе, в том числе выборы двух глав в муниципальных образованиях. Поэтому работа объёмная, и будем вместе трудиться. В качестве нового председателя избиркома Иван Макаров принял участие в заседании постоянной комиссии собрания депутатов по государственному устройству и местному самоуправлению, где его официально представили депутатам. 36 участников и 7 номинаций. В Наринмаре проходит очный этап регионального конкурса педагогического мастерства. Профессионал года 2021. В этом году впервые включены ещё две номинации. Мастер года и педагог-наставник. Торжественное открытие конкурса состоялось в региональном центре развития образования. Александра Литкова расскажет подробнее. В номинации «Сердце отдаю детям» принимает участие четверо педагогов. Одна из них – Ольга Мартемьянова. Преподаватель с 27-летним стажем в конкурсе участвует впервые. Заданий много, причём готовились мы, честно говоря, ночами. Потому что и формы были разные, надо было их показать. И детей немножко мы тут записывали. Музыкальное образование – это вообще творчество. И непонятно, куда детей может во время урока занести. То есть детский возраст – такой возраст, который очень любит творить. А весь урок надо было заключить в определённые временные рамки. В этом была сложность. Конкурс педагогического мастерства «Профессионал года» проводится с 2012 года и состоит из трёх этапов. Сначала участники соревнуются среди коллег из своих образовательных организаций. Когда образовательная организация выдвинула своих представителей от образовательной организации, педагоги принимают участие в заученном этапе конкурса. Они пишут эссе на заданную тему, предоставляют видеоролик о своей работе. И уже по этим материалам жюри оценивает участников, составляет рейтинг заученного этапа. После заученного этапа, когда все материалы приняты, проводится подготовка к очному этапу. В рамках очного этапа педагоги участвуют в мастер-классах и круглых столах. Работу конкурсантов оценивает компетентная жюри. Кандидаты в жюри предлагаются из почетных работников образования, из ветеранов педагогического труда, из тех педагогов, которые достигли определенных высот своей профессии. И на каждую номинацию свою жюри. Всего в этом году представлено семь номинаций. Две из них впервые. Это «Мастер года» и «Педагог-наставник», которые в будущем будут проводиться раз в два года. Директор и преподаватель детской школы искусств Ирина Пудовкина принимает участие в конкурсе во второй раз. В этом году «Педагог-наставник» появилась номинация, она меня очень заинтересовала, потому что пять выпускников моих уже работают на территории Российской Федерации, кто закончили детскую школу искусств, последующий музыкальный колледж и консерваторию. А рядом со мной, в моей родной школе, работают уже две моих выпускницы. Я считаю, что наставник – это тот, кто рядом не только с учениками, но и наставник, кто рядом со своими молодыми специалистами, которые работают рядышком в твоей школе. Победитель и призёры в номинациях, получившие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами, ценными призами или денежными премиями. Те, кто не прошёл в тройку лучших по рейтингу, получат дипломы участников. Торжественное закрытие конкурса и награждение состоится 14 мая. Добавлю, победители регионального этапа становятся участниками всероссийских этапов конкурсов педагогического мастерства. Денежная компенсация взамен жилья в аварийном доме будет предоставляться на новых условиях. Депутаты окружного собрания и представители профильного департамента рассмотрели этот вопрос на заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Это обусловлено изменениями, внесёнными в ЖК РФ в конце 2019 года. Разработка законопроекта связана с необходимостью приведения регионального закона в соответствии с федеральным законодательством. В частности, федеральным законом предусмотрено, что органы государственной власти, субъекты Российской Федерации вправе устанавливать для собственников жилых помещений в аварийных домах дополнительные меры поддержки при условии, что на дату признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности, либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения Жилищного фонда социального использования. Раньше можно было комбинационную выплату использовать при наличии в собственности иного жилого помещения на любые цели, то теперь мы в соответствии с ЖК можем дать комбинационную выплату только если отсутствует жильё и только для привлечения им жилого помещения. В действующей редакции окружного закона предусмотрена возможность получить компенсацию всем собственникам освобождаемых помещений в аварийном доме, независимо от наличия в их собственности иного жилья. Данный законопроект, с учётом того, что закон обратной силы не имеет, и норма-то звучит о том, что дополнительные меры поддержки, что на дату признания многоквартирного дома аварийным подлежащего сносу у них отсутствуют иные жилые помещения. То есть в данном случае, если юридически, то у нас закон обратной силы не имеет, то есть те граждане, которые сейчас стоят в очереди, те, по которым уже было принято решение о признании дома аварийным, на них эта норма не распространяется. Также предусмотрено в настоящее время условия получения компенсационной выплаты дополняются ещё двумя позициями. Во-первых, необходимо, чтобы у собственника освобождаемого помещения на дату признания дома аварийным отсутствовало иное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, не находящееся в его собственности. Во-вторых, гражданин должен получить право собственности на жилое помещение в доме до признания его аварийным. За исключением граждан право собственности, у которых в отношении таких жилых помещений возникало в порядке наследования. Закон округа был приостановлен в связи с теми трудностями, с которыми столкнулся бюджет округа. И буквально недавно было дано поручение губернатора Нинецкого округа о возобновлении его действия. Те ограничения, которые ввёл совсем недавно жилищный кодекс, также коснутся тех граждан, которые состоят на учёте на получение таких компенсационных выплат. Граждане, которые приобрели жилое помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, предусмотренного Жилищным кодексом Российской Федерации. Размер возмещения не может превышать стоимости приобретения такого жилого помещения. А также граждане не смогут претендовать на предоставление им компенсационной выплаты, предусмотренной окружным законом. Таким образом, федеральным законодательством предусматриваются изменения, согласно которым компенсационные выплаты взамен аварийного жилья будут предоставляться только в целях приобретения иного жилого помещения. Прежде всего, собрание депутатов преследуется одна цель – это максимально защитить права тех граждан, которые уже приняты на учет. То есть, здесь разработчику дано поручение предусмотреть переходные положения о том, что все ограничения, которые вновь будут вводиться в закон округа, мы не будем распространять на тех граждан, которые встали на учет, либо те, которые проживают в аварийных домах, признанных аварийными до вступления изменений в жилищный кодекс. А это 28 декабря 2019 года. Добавлю, в настоящее время на учете для получения компенсации числятся 184 собственника, в том числе 39 имеющих первоочередное право. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». За прошедшие сутки в регионе не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел один пациент. В стационаре и на амбулаторном лечении нет пациентов с диагнозом COVID-19. На сегодняшний день округ достиг нулевой отметки. Тем не менее, жители округа продолжают активно участвовать в прививочной кампании, направленной на профилактику заражения коронавирусом. В настоящее время привито более 7 тысяч человек. Если учесть, что как минимум четверть населения округа, численность которого 44 тысячи человек, составляют несовершеннолетние дети, вакцинироваться которым нельзя, то результаты проводимой кампании неплохие. Привито уже порядка 40%. Вакцинация продолжается. С этой недели после получения дозы вакцины трудоспособное население округа может взять на следующий день на работе отгул. Первым этот вопрос поднял глава региона на оперативное совещание с участием представителей здравоохранения. Нужно ли давать в день вакцинации или сразу после вакцинации день отгула? По словам специалистов, любая прививка – это медицинское вмешательство в организм человека. И день отдыха после прививочной процедуры будет весьма кстати. После консультации с медиками было принято решение. Рекомендуем всем работодателям нашего округа на следующий день после вакцинации давать работникам отгул. Напомню, сегодня в регионе в наличии две вакцины – гомковид-вак и эпивак-корона. Сделать прививку можно любой вакциной на выбор. Вакцинация проводится лицам старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. 15 мая в поликлиниках Наринмара и поселка Искателей можно привиться всем желающим без предварительной записи – с 9 утра до часа дня. Голосование за комфортную городскую среду в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» набирает обороты. Уже более полутора тысяч человек высказали свои предпочтения за понравившиеся объекты благоустройства. Журналисты и кураторы этих объектов посетили места, где планируется реализация проектов. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. Наринмар – столица Ненецкого округа. Но горожанам всё ещё не хватает благоустроенных мест для активного отдыха. Именно поэтому активисты города выдвинули сразу три проекта на голосование граждан в рамках программы формирования комфортной городской среды. Например, Светлана Хозяинова предлагает из всеми любимого Сахалинского леса сделать комфортное и безопасное место для прогулок и семейного отдыха. Мы здесь хотим сделать экологическую тропу в стиле лукоморья, чтобы приблизить к каким-то, может быть, сказочным условиям. Фантазия у нас развивается в этом отношении очень сильно. Этому помогает очень много людей, которые заинтересованы в реализации проекта. Я каждый день практически получаю какие-то предложения от людей, чтобы они здесь хотели видеть. На тропе протяжённостью 600 метров планируется также установить детскую и спортивную площадку, а также сделать освещение, чтобы можно было не беспокоиться о своей безопасности. В районе Старого аэропорта на улице Полярных лётчиков активисты микрорайона предлагают построить многофункциональную площадку для детей и взрослых. Планируется многофункциональная площадка. Это и зона отдыха для детей, скажем так, мам с колясками, для дошкольного возраста, плюс зона для занятия спортом, воркаут, да, игровая зона, это игровая площадка. В планах не только обустроить зоны для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, но и увеличить территорию площадки вплоть до берега. Детскую площадку и зону отдыха для старшего поколения хотят также установить и в районе микрорайона Калюш. По проекту жителей дома номер 34 по улице Первомайской присматривается устройство детской, спортивной площадки, досуговая зона для старшего поколения. На месте этого пустыря будут установлены две игровые зоны для малышей, для детей старшего возраста. Голосование за эти объекты идёт полным ходом. Жители города помогают определиться с очерёдностью реализации проектов. Строительство объекта «Победителя» планируется в 2023 году в приоритетном порядке. Проголосовать за понравившиеся проекты можно на сайте, адрес которого вы видите на своём экране. Голосование продлится до 30 мая. В Ненецком округе вновь участились случаи мошенничества. Злоумышленники стали орудовать посредством телеграм-каналов. Так, жительница округа в надежде заработать на инвестициях перевела мошенникам более 30 тысяч рублей. Мошенники под видом лёгкого заработка на инвестициях убедили жительницу региона перевести более 30 тысяч рублей. По словам пострадавшей, увидев рекламу в социальной сети «Инстаграм», о подработке она перешла по указанной ссылке и оказалась в одной из групп телеграм-мессенджера. Написав сообщение пользователю, ей ответили и рассказали об условиях подработки в сфере инвестирования. Но необходимо вложить личные средства, которые обернутся с хорошими процентами. Женщину устроили предлагаемые условия. И для начального старта она перевела 5 тысяч рублей. После — ещё 29 тысяч рублей. На банковские реквизиты, указавшие в сообщении неизвестного мужчины. Спустя некоторое время женщине поступило сообщение об успешном инвестировании и необходимости осуществить перевод в размере 60 тысяч рублей в качестве суммы 13-процентного налога. Для выплаты ранее обговоренной денежной суммы собеседник был настойчив и убедителен, обещая, что все денежные средства и даже больше ей вернутся обратно на её банковский счёт и она останется с прибылью. На что женщина ответила, что о таких условиях они не договаривались и попросила вернуть ей деньги. В результате женщину заблокировали, переписку удалили и она вынуждена была обратиться в полицию. Мошенничество в сфере инвестирования — распространённый метод выкачивания денег у доверчивых пользователей. Аферисты заманивают людей обещаниями высокой прибыли, а граждане вкладывают в сомнительные инвестиционные фонды огромные деньги. Но в конечном итоге остаются ни с чем. Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов и брокерских организаций. Не спешите перечислять все имеющие денежные средства незнакомцам. Полицейский дядя Стёпа в Заполярье стартовал отборочный этап всероссийского конкурса детского творчества. Победители отборочного этапа будут определены в преддверии Дня защиты детей. Желающим принять участие в конкурсе необходимо изготовить из бумаги, текстиля, дерева, полимерной глины или другого материала игрушку или поделку, изображающую полицейского. Возраст участников от 6 до 14 лет. Поступившие работы будут оцениваться по следующим критериям, соответствующей заявленной теме. Художественный уровень и техника исполнения, эстетический вид изделия, его безопасность и креативность. Размер игрушки не ограничен. Одна лучшая работа представит Ниньский округ во всероссийском этапе конкурса, победитель которого будет определён в ходе онлайн-голосования. Работа принимается до 20 мая до 10 часов утра по адресу улицы Выучейского, 13, в группе информации и общественных связей. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды.